Безопасное обращение с отходами – ключ к экологии будущего. Это тема сегодняшнего форума, который прошел в Доме правительства под руководством Волжского природоохранного прокурора. Главная тема дискуссии – утилизация и переработка мусора. Что предпринимается в регионах для ликвидации стихийных свалок? И какие проекты помогут искоренить эту экологическую проблему? Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Несанкционированные свалки в регионах страны продолжают расти, несмотря на предписания прокуроров и штрафы. От мусора страдают водоохранные зоны, поля и леса. За последние три года только в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре на поднадзорной территории Приволжского федерального округа выявлено свыше 8 тысяч нарушений законов. В свою очередь, наведение порядка в рассматриваемой нами сфере невозможно без вовлечения в этот процесс всех слоев общества. Система утилизации отходов должна меняться, причем стремительно отмечают прокуроры. Положительные примеры есть. В Чувашской республике уже работает современный полигон ТБО, а в ближайшее время начнется и строительство станций для перегрузки и сортировки мусора. Чуваша это первый и пока, к сожалению, единственный субъект Российской Федерации, где 100% отходов двух крупнейших муниципальных образований субъектов Российской Федерации обрабатываются. Смей рассчитывать, что эта ситуация скоро изменится и в других субъектах. Вторым на очереди, скорее всего, будет Саратов. Решен вопрос и с тарифами. Глава республики отмечает, что интересы горожан власти соблюдают. За вывоз ТБО жители домов платят не больше 2% от общей стоимости услуг ЖКХ. 2% это 100 рублей. Семье из трех человек обходится твердые коммунальные отходы. Мы заняли единую государственную позицию, защищая интересы государства по обеспечению экологической безопасности. Это наш приоритет. И защищая интересы жителей многоквартирных домов. Вот, допустим, тот полигон, который сегодня позволяет хранить твердые коммунальные отходы, это жители города Чебоксары, города Новочебоксар, Чебоксарского района. Это почти 60% от общего количества жителей. Но каждая машина на учете. Но по правилам работают далеко не все. Ряд бизнесменов в погоне за деньгами нарушают законодательство и складируют мусор, где придется. Или вовсе сжигают его. Прокуратура республики выявила десятки подобных случаев. Только в 2016 году от граждан поступило 86 обращений по поводу ненадлежащего сбора и утилизации ТКО, из которых 34 нашли свое подтверждение. Установлены факты сжигания отходов в самодельных печах, не оборудованных фильтрами для очистки воздуха. На территории производственных баз о чистых горд, о консервисах горчи Боксары. По постановлению прокурора района, виновны должные иллюзийские лица причины конкурсативной ответственности. Сумма наложенных на них штрафов превысила 1 миллион рублей. Решать проблему нелегальных свалок необходимо комплексно. Пока, считают эксперты, законодательство слишком гуманно относится к тем, кто загрязняет природу. Но все может измениться. Участники форума намерены предложить членам правительства и депутатам Госдумы пересмотреть правовые акты в сфере охраны окружающей среды. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.